Я продолжаю вам показывать самые дешевые цены. Это моя часть жизни. Я не хочу вам втирать и объяснять, что где-то существуют очень дорогие цены. Это не моя часть жизни. Представляете, да? Я проезжаю и на левый берег в том числе для того, чтобы вам продемонстрировать, где люди берут, оптовые покупатели. Они берут все это здесь. Сейчас покажу, как доехать. Надо просто понять, что за моей спиной. За моей спиной проспект Пушкино. Он соединяет завод управления. Оно как раз за моей спиной метров пятьсот внизу. Вот там. Видите? Поднимаемся сюда. Гортеатр. Гортеатр это вот до туда. Гортеатр. Прекрасно. Понимаете, куда приехать? Теперь довернемся вот сюда. Завод Алькор. Замечательный завод. Мы как-то ему делали материалы. Вот прямо за моей спиной располагается. Завод Алькор. И чуть-чуть дальше метизный калибровочный завод. Подразделение ММК Метиз. Но не надо ехать вот туда. Понимаете? Это будет нехорошо. Едем вот в промежуторчик между заводом Алькор и вот этим... Как это называется? Были в свое время такие штуки. Зубы. Вот это то, что нужно было. То есть проезжаем мимо них. Вот туда прям проезжаем и там скоро найдем то самое место. Замечательное место. Ну и чтобы вам понять, я просто сяду за руль в своей машинке и вам еще раз продемонстрирую, как сюда доехать. Никаких проблем. Заводимся. Вот. Алькор прямо за моей спиной. Мы не едем на аметизное управление. Не надо этого делать. Чтобы было понятно. Да, вот Алькор. Конечно, дорога достаточно веселая. Ну, не везде и всюду. У нас суперидеальные дороги. Но, тем не менее, проехать можно. Вы же едете за дешевыми ценами. Правильно? Вот. Завод Алькор. Вот его капе. Вот зубья метиски. Железно получается. Вот. Здесь иногда бывает лужа. Иногда бывает лужа. Вот. Я вчера сюда тоже закатился. Ну, вот. Спереди поставили человечка. Вот. Сейчас аккуратненько, аккуратненько. Бывает лужа, но мы едем за дешевыми ценами. Ничего страшного. Можно проехать. Никаких проблем нет. Как вы прекрасно понимаете, Алькор вот здесь находится. Дальше идет хорошая дорога. Ну, бывает. Ну, что же. Все. И отсюда где-то примерно метров, наверное, 150. То есть едете по шикарной уже дороге. Как ни странно. Вот. Сейчас объясню дальнейшую ситуацию. Поворот направо проезжаете. Вот. Проезжаете поворот направо. Вот. Вот. Вот помните, да? Автосервис Алькор Авто. Вот. Вот он здесь находится. Чуть-чуть дальше проезжаете. И фактически вы уже приехали. Потому что где еще вы сможете найти замечательный дешевый цен. Ну, вот мы и приехали. То есть расстояние абсолютно небольшое. Мы здесь поворачиваем налево. Налево повернем. Оптовая база. Вот сюда мы и приехали. Вот. А теперь. А теперь вас ждет супер дешевые цены. Настолько хорошие, что они вам сильно-сильно понравятся. Да, конечно. Я очень люблю компьютерную графику. Но у компьютерной графики есть маленький результат. Одна секунда это 100 долларов. Без компромисса. Столько она и стоит. В России. Но мы попытались вам, гением интеллекта, донести, как сюда приехать. Не доезжаете. Ну, так вот. Все материалы есть в Ютьюбе. Вбиваете Челейкин и понимаете, что 1700 сюжетов и это для вас. Другой вариант. Почему мы здесь? А тема становится все более очевидна. Это магазин оптовых цен. Кстати, здесь все берут и оптовики. И вы можете брать товар по оптовой цене. Свыше 500 рублей и оптовая цена. Как доехать? Сложно и нужна машина? Поверьте, нет. Сложно это для машин. Пешкодрабом проще. Складская улица делает поворот вокруг Алькора. Слева пройдите по левобережной складской линии. Ну, максимум километры вы уцелим. К слову о том, что здесь ждут и пенсионеров в том числе. Потому что цель едина. Дать вам возможность купить товар по оптовой цене. Меня попросили сюда прийти, чтобы все это вам продемонстрировать. Я пришел сюда. К сожалению, такое очень редко бывает. Но, в принципе, вы видели, что один человек работает и он показывает результат. Что касается меня лично. То есть, я вот сюда пришел и посмотрел. Мне задают вопрос мой приятель Денис Котлер, который думает, что я не умею паять. Оказывается, умею паять, потому что у меня есть паяльники. Так вот, насчет слова паяльники. Паяльники я себе также покупаю, да? Но цена вопроса была немножко другой. Паяльники здесь 40-60-ваттные. Ну, они очень дешевые цены. То есть, 125 рублей. Вот, все остальное, вот для семьи, то, что нужно, вот он, пожалуйста. 379 рублей. Ну, 300 рублей. Вот. Кроме всего прочего, есть зажигалка электрическая. Ну, тут много чего хорошего. Да, это сказал мой сын. Ну, а еще такая штучка вам необходимая. То есть, у всех нормальных людей, естественно, есть скважина, да? Так вот, в скважину надо поставить насос. Поставил я насос. Не дешевый был насос. Но сегодня, сейчас, мне мама попросила. Говорит, дай мне тоже насос в скважину в Миндяк. Специализированный насос. Водолей-3. Вот я его заберу в оплату. Вот сейчас покажу, как он работает. Вот сейчас продемонстрирую. Вот нормальный насос, у которого очень большая длина кабеля. Вот. И вот, за весьма скромную сумму, 2856 рублей, можно опустить на 40 метров. О! О! Вот это тема! Ну, нам нравится данная торговая база. Мы здесь уже не раз. Можно сказать, постоянные клиенты. Нравится обслуживание, нравится ассортимент очень широкий. А цены? И цены, главное, очень низкие, да. По сравнению с остальными торговыми залами в городе, одни из самых низких. Поэтому мы все, постоянные клиенты здесь. Расстраиваюсь, расстраиваюсь. Куда очередной раз завез нас папа? Шикарное место. Только что сделали апгрейд бабушке, ведра поменяли, разделочные доски поменяли. Прикупили ей комодик и во все это вложили, бешеные деньги. А здесь 200 рублей ведерочка, 160 рублей ведерочка, 140 рублей. Разделочные доски вот такие 100 рублей. А мы с тобой ведро за 400, комодик за 2000, а здесь шикарные комоды за 1000 рублей. Ну чем ли не красота? По-моему, гораздо проще. Вот если человек решил сюда привезти, да, и купить здесь товар, ну, по определенной цене, свыше там 500 рублей. То есть он покупает по оптовой цене также? Да, у нас если покупка меньше 500 рублей, то не по оптовым ценам будет. А свыше 500 рублей? Свыше 500 рублей у нас по оптовым ценам. То есть вот то, что жена моя сейчас хочет купить, это тоже будет по оптовой цене 1500 рублей? Да. Вот понятен результат, куда к вам приехать, то. Обязательно приезжайте. Лех, тебе нравятся наши огурцы? Нравятся. А чем мы их поливаем? Водой. Водой. А что в водичку добавляем? Навоз, правильно. А вот самая-то главная беда у нас в том, что всего лишь один бачок для того, чтобы замочить, так скажем, компост, навоз. Пожалуйста, все для сада, что вам нужно, здесь есть в наличии. Но самое главное, то, что присмотрела себе я, это вот такие шикарные бачки. Конечно, есть подороже. Но вот я думаю, что за 1500 вот такой хорошенький бачок с крышечкой мне подойдет. И вот я вам показываю, где это место есть. Оно находится на левом берегу. Кстати, насчет дороги. Дорога здесь лучше, чем вот где зеленый рынок. Представляете, да? Там вообще дороги просто не существует. То есть заезжаете, начинаете говорить бум-брум-брум-брум-брум-брум, но все равно вы едете за дешевыми ценами. Мы вам показываем, где это делается на левом берегу. Где сверхдешевые цены. То есть зачем вам ехать в дорогие торговые центры? В дорогие торговые центры я пойду завтра. Потому что завтра будет терминатор. Не помню, что такое. Но я его обязательно посмотрю.